Протест Драйв Но люди все равно будут выезжать за город Мы на ближайших выходных, на последних выходных с семьей пытались куда-нибудь уехать Но столкнулись с тем, что так как садового, дачного участка никакого нет Соответственно, ты просто не понимаешь, куда ты можешь съездить При этом не столкнувшись с толпами таких же гуляющих людей Виталий, я знаю, что ты часто путешествуешь Ты знаешь очень хорошо нашу область, ближайшие регионы Расскажи нам, куда можно съездить Такие самоизолирующие путешествия Ну да, здесь скорее произойдет формат не путешествия, а смены самоизоляции Потому что многие люди, как только солнышко выглянет, заиграет травка Отправятся либо на свои дачные участки Либо те, кто есть загородные дома Они уже там наверняка перебрались Я знаю многих своих друзей, которые там, ну, имеют и загородный дом, и городскую квартиру Уже давно в загородном доме Почему? Потому что такой формат для длительного места, временного хождения Самый приятный Вот, однако вот, ну, допустим, у меня загородного дома нет Как оказывается, и у тебя его тоже нет К сожалению, да И нас таких, думаю, среди слушателей, ну, как минимум тысячи и тысячи Вот Отправляться сейчас на привычные прогулки тоже не имеет смысла Почему? Потому что, допустим, ну, прекрасный санаторий Митина, он там закрыт, да Порошинская тропа, вот, к сожалению, не имею по ней информации Но даже если она окажется открытой, там будет какое-то нереальное количество людей Несмотря на все требования оставаться дома и форматом самоизоляции Ну, точно называть нельзя, да Потому что когда огромное количество людей, так или иначе, все равно мы на улице чихаем, кашляем И все, что угодно может произойти Поэтому сейчас лучше отправляться в те места, в которых мы сможем и эмоции от природы получить Да, и в то же время не сталкиваться в лоб, в лоб С такими же толпами гуляющих людей С такими же толпами гуляющих, как мы, да Я думаю, что мы возьмем радиус порядка 100 километров от города, да Так, чтобы нам в течение часа-полутора можно было до этих мест добраться То есть в рамках нашей области Да, чтобы час-полтора и мы могли быть на месте И при этом и прогулочная тропа определенная была И само место было достойное и интересное Ну вот, одно из моих любимых мест Мы с него начинали снимать программу «Пункт назначения» Находится оно в Сунском районе Это село Ашить Родина предков наших знаменитых художников Воснецовых Виктора и Аполлинария Но надо отметить, что младший брат там не родился Он родился уже в Рябово знаменитом Да, а старший сын родился именно там И предки очень долгое время там жили, там сохранился Ну, в настоящий момент это развалины храма Но, тем не менее, очень красивое монументальное здание Великолепнейшей просто церкви Есть прекрасный маршрут на родник Из которого семья Воснецова в течение многих веков брала воду Да, и, собственно говоря, Воснецовы на этой водичке выросли Топтали эту землю возле этого родника, да? Да, вода там совершенно очаровательная Я думаю, что там и в купель можно занырнуть И водички этой святой набрать Вот, рядом с селом Ашить Также есть тропа, часть сохранившегося Екатеринского тракта Ну и, кроме того, можно навестить эко-усадьбу Ашить Заехать в гости к Светлане Шиловой хозяйке И прикупить у нее сыра Расскажи, как туда доехать? Ехать очень просто, Сунской тракт То есть мы выезжаем, Староказанский тракт, как его раньше называли Мы проезжаем Кумен и, не доезжая Суны 76 километров от города, будет поворот налево на село Ашить Ашить, кстати, с древнемарийского языка переводится как Медвежий угол Ну не знаю, есть ли сейчас там медведи, да? Ну вот раньше считалось, что прям все там, конец света Вот, места очень красивые И, как бы, как с исторической точки зрения, да? Можно, там огромное количество каких-то сопровождающих табличек есть, да? Есть старый дуб воснецовский Сам храм очень такой, ну, харизматичный И я думаю, что посещение родника тоже будет таким приятным моментом Ну и прекрасный сыр варят на эко-усадьбе Ашить мой любимый сыр для жарки воснецов Вот прям сейчас рассказываю, вкус его вспоминаю Сколько времени примерно нужно заложить на такую поездку? Здесь будет зависеть от того, в какой вы компании То есть если вы там взрослыми, да? Там можно провести абсолютно целый день, да? Я не знаю, можно ли сейчас там оставаться на ночь? То есть, в принципе, вообще идеальный вариант там заночевать Утром проснуться и пожарить вот этот вот сырок С утра как раз, наверное, идеально сходить на родник Вот, потому что, ну, на природе ночевать всегда здорово А если такая в рамках одного дня Ну, я думаю, часа четыре все равно закладывать надо Чтобы не спеша все обойти, посмотреть и так далее Двинемся дальше или есть еще вопросы по этому месту? Давай двинемся дальше Я так просто подзависла немножко, представляю себя там уже Поехали дальше Да, пусть решать у нас будет номер один Это у нас южное направление Давайте сейчас мы с вами метнем на север Ровно в обратном направлении Точнее на северо-восток И отправимся с вами на берег Белохолунинского пруда То есть сейчас все в разливе Конечно, по пруду это не так сильно видно, как по рекам Но, тем не менее, сейчас большая вода И погулять вдоль Белохолунинского пруда Сейчас, ну, по ощущениям, будет как побывать на Балтике То есть это сосновый берег, молодой сосняк С огромным водным массивом Один из самых больших прудов в нашем регионе Причем заезжать не обязательно через саму Белую Холуницу Можно прямо с трассы заехать там в районе речки Шелепиха Прям потрясающие виды И до пересечения этой речки Есть прямо тропа, которая ведет вдоль берега Машину можно прямо вдоль дороги поставить И через сосновый бор пересечь, дойти до берега пруда Там есть беговая дорожка Есть очень большое количество различных мест В том числе там для шашлыков, для пикников и так далее Вот И трасса круговая То есть жители Белой Холуницы там бегают, занимаются спортом И так далее Но не так массово, как, например, у нас спорта То есть это совсем рядом с городом, насколько я понимаю С Белой Холуницей Да, да, да То есть если добираться через город, можно попасть в этот сосновый бор прямо через городской пляж Вот Также можно полностью объехать пруд с обратной стороны через Грейтфилд Через известный горнолыжный курорт, который, к сожалению, ныне погибает Вот, и за ним там тоже есть высокий сосновый берег Тоже места, в общем-то, очень-очень красивые Насколько это далеко от города? Абсолютно примерно то же самое, что ехать в Суну Чуть подальше 100 километров получается до точки Час-полтора где-то примерно закладываете на езду И сразу же предупрежу, что в отличие от Суны До Белой Холуницы есть участки уже хорошо разбитой дороги Прямо перед самой Белой То есть на Ламборгини Мурселага ехать не рекомендую Лучше взять что-то с более высокой посадкой Ну, я думаю, тот самый единственный человек в нашем городе, имеющий такую машину Вряд ли туда поедет Чем-то мне так кажется Вот, двинемся дальше Западное направление Роскошные места сейчас вдоль всего берега реки Вятки Тянущиеся из Орловского района в город Котельнич То есть слияние реки Маломы Потом далее есть место, где мы снимали самую-самую первую программу пункт назначения Место, которое называется Ковровское городище Это одно из первых русских поселений на Вятке Огромный высокий берег Там стоит памятный крест в честь вот как раз этого русского поселения Есть древнее Марийское городище, которому аж 4000 лет По найденным находкам там сейчас датируется Вообще вот вся трасса, начиная от Маломы и до Котельнича Она изобилует поворотами к реке Очень-очень высокие берега И вот, наверное, лучшие места в Кировской области, где можно полюбоваться разливом То есть там огромное совершенно сейчас водное пространство Огромный водный массив на несколько километров тянущийся от высокого берега Вятки И как раз вот на тот, который низкий Он затоплен там на 2, на 3, на 5, на 7 километров И это потрясающее зрелище Красиво, наверное, мне уж прям захотелось Да, я обычно езжу туда в рамках подготовки наших традиционных у протез-драйва проектов «Лето в активе» То есть сейчас мы должны были бы уже готовить майский проект И я как раз сейчас должен ехать вдоль этой дороги Да, и остановка, как правило, ну, за какими-то идеями останавливаешься иногда даже Ну, не то чтобы костер пожечь просто Там выйти 5-10 минут погулять Набраться сил, собраться с мыслями Очень красивое место Но предупрежу Смотрите под ноги Потому что сейчас самый-самый-самый сезон активности змей То есть они просыпаются, активируются И особенно высокие берега Собственно говоря, вот на этом моменте я перехотела туда ехать Вот, кстати, в этих местах я их ни разу не видел Меня просто предупреждали Я последний раз змею видел прямо в солнечном береге Прямо рядом с детской площадкой То есть вот место, где заканчивается набережная солнечного берега И начинается березовая роща Там есть прям вытоптанная такая площадочка Обычно туда ходят посмотреть Ну, прям под ногами у меня ползали 4 штучки Не знаю, может быть, это были уже, конечно Но... Сам факт Я не стал знакомиться и изменил свой маршрут Хорошо Ну, это такие видовые места То есть куда нужно приехать для того, чтобы полюбоваться природой Возможно, какими-то другими ландшафтами А есть вот какие-то места, которые эстетические То есть даже не то, чтобы эстетические А, например, посмотреть, какие-то рекви Может быть, что-то такое Есть у нас в регионе такое или нет? Интересной может получиться прогулка по городу Слободской То есть Слободской для нас такой, ну, как бы провинциальный городишко Да, такой вроде небольшой Грязненький слегка Да, но будем надеяться К майским праздникам всех их приведут в порядок И Слободской чем примечателен? На самом деле Слободской надо рассматривать в деталях И в отличие от Вятки Он сохранился прям цельными Древолюционными кварталами И он очень красивый У них остался и Кремль, в отличие от Вятки Огромное количество кварталов вдоль Центральной улицы И вот если не обращать внимания на всю эту полуразвалившуюся историю Да, закрытую небрежными рекламными вывесками То город-то на самом деле очень потрясающий То есть сохранился первый городской Первый в России общественный банк Построенный вятским купцом Ксенофонтом Анфилатовым Который на минуточку отправил первые российские торговые корабли к берегам США Вот, и это наш с вами Слободской купец И он же после обучения в США Прибыл в Россию И открыл вот этот первый общественный Или, так сказать, частный банк На территории Российской империи А это когда примерно было? Это была вторая половина 19 века Потрясающе Вторая половина 19 века Ксенофонтом Филатов Ну, на тот момент, наверное, был один из самых таких Он сейчас остается один из самых известных, да Купцов того времени Очень сложная, конечно, у него была судьба Но, тем не менее, очень многие Яркие были события в его жизни Начиная с этого спецпроекта Который он существовал вместе с Министром торговли Вместе с нашим императором И вместе с президентом на тот момент Соединенных Штатов Америки Так что тема такая очень интересная Кроме того, в Слободском Мне нравится место вокруг Местный предприниматель построил Очень красивый отель Называется он Виктория Виллоч И рядом с этим отелем Виктория Виллоч Есть уникальный, на мой взгляд Лиственный парк То есть там высокие-высокие лиственницы Я, честно говоря, таких больше нигде не увидал То есть они 40-50-й, может быть, даже Больше метров в высоту На высоком берегу Вятки И просто, ну, каких-то реликтовых размеров То есть огромные-огромные лиственницы И прям, ну, лиственницы обычно там Одна, две, три или там полосочкой растут А тут прям лес целый из лиственниц И вот мне прям очень нравится там гулять Сейчас, к сожалению, нельзя насладиться Кухней вот этого ресторанчика Который на территории Виктории Виллоч Но, тем не менее, прогуляться по этой территории Было бы очень-очень интересно Здорово То есть мы туда можем в Слободской Слободской же он так-то недалеко находится 40 километров То есть там в течение часа даже меньше Да, да, да То есть мы можем туда съездить Посмотреть на архитектуру города Сохранившуюся, да То есть те, кто там не бывал Либо бывал, ну, предположим, в каком-то детстве Или в подростковом возрасте Когда не впечатляешься тем же, чем впечатляешься уже после 30 и 40 лет Ну и дополнительно получается вот эту лиственную рощу Лиственную, да Рощу из лиственницы Я не знаю, как правильно назвать Лиственный лес Лиственный лес Лиственный лес Вот, то есть начать действительно с центра города Обойти колокольня шикарная их на площади Которая, конечно, требует, требует прямо косметического ремонта Но даже вот такая вся обшарпанная Она все равно очень харизматичная, очень красивая Вот, Кремлевский квартал обойти И после этого как раз завершить вот таким природным ландшафтом У нас осталось три минутки Может быть, есть еще что-то интересное, о чем мы не успели поговорить? Ну, вообще, на самом деле, Кировская область, как и любой другой регион Он требует внимания и очень можно много жемчужных мест рассмотреть Территорию Нижневкина, санаторий я рекомендовать не буду Потому что территория, санаторий сейчас наверняка закрыта Вот, есть еще интересно Сейчас полудикое такое место, куда отправляются отдыхать жители Кирова-Чепецка Это куда? Очень мне нравится много программ Там отснято село Каркино Село Каркино Не доезжая Кирова-Чепецка, примерно, 10 километров от ворот направо после села Перекоп И длинная-длинная извилистая трасса туда ведет Вот можно испытать на управляемость ваш автомобиль по ней Да, проедите под затопленным железнодорожным мостом Ну, как, мост не затоплен, под ним есть дорога, которая частично затоплена То есть небольшой вот такой у вас Адреналинчик Да, водный драйв И под конец там есть водопадик Можно прогуляться по территории заброшенного санатория Прям можно устроить там шикарную фотосессию Мне кажется, там дамы оценят, если где-то вот на фоне этих ярких, цветастых, деревянных домиков Которые все еще выглядят так очень привлекательно Можно сделать очень интересную, красивую фотосессию Там открытая территория, получается Это, ну да, да, да То есть там сейчас ничего нет Тропочки сохранились То есть маршруты сохранились А домики, ну, просто заколочены Вот, но, тем не менее, не потеряли своего шарма Ну, и вот, если продолжить Воснецовский маршрут Можно отправиться на восток И побывать в том же самом селе Рябово, Зуевского района Да, где уже, собственно говоря, были Но вот в Рябово я как раз рекомендую ехать Когда уже все официально откроется, да Потому что туда лучше ехать, ну, с экскурсией Потому что с экскурсией ощущений будет гораздо больше А сейчас, естественно, как бы все экскурсии запрещены Лучше рассчитывать только на то, что вы можете посмотреть своими глазами Хорошо Уверена, что есть еще более впечатляющие, любопытные маршруты Но я, насколько понимаю, они уже более чем 100 километров от города Соответственно, на это стоит все-таки заложить уже как минимум 2 дня И раз гостиницы в большинстве своем уже закрыты Да даже не в большинстве, они все, по идее, должны быть закрыты Ну, гостиницы, на самом деле, закрыты не все Я, причем, даже знаю ряд наших отелей кировских Которые сейчас прям в спецусловии предлагают, да И, может быть, для кого-то тоже это будет форматом Пожить в родном городе, в гостинице Гостиницы по-прежнему открыты почти все То есть им можно работать? Ну, по крайней мере, насколько я вижу через Букинг Букинг предлагает огромное количество вариантов Ну и по соцсети в Инстаграм Многие наши блогеры делали обзор по спецпродолжению от гостиниц Гостиницы в нашем городе, в том числе, доступны для проживания Хорошо, ну, надеюсь, когда-нибудь в одной из следующих программ Мы затронем более дальние путешествия, потому что это тоже интересно Прыгнуть в автомобиль с семьей и угнать куда-нибудь в закат И отдохнуть от нашего душного города Да, ну и, друзья, маленький анонс сделаю Буквально в ближайшие часы на канале ProTestDrive в YouTube Появится новый выпуск сравнительного тест-драйва Автомобилей Hyundai Tucson, Kia Seltos и Skoda Karog Один из самых востребованных классов сейчас Мы их сравнили, столкнули лбами между собой Посмотрите, что из этого получилось И также буду ждать ваших комментариев по поводу тем для программ Нам в период коронавируса немножко тяжело их искать Да, потому что приходится не новые модели автомобилей развивать и технологии А говорить о каких-то вещах, скажем так, около Но, тем не менее, будем рады любой обратной связи от вас И услышимся, увидимся, берегите себя Всего доброго До свидания